Ну шо, тетя, ну ты как бы всё. Глава 6, мой ход. Да ты шо. О-е-е, дисклеймер. Доброго времени суток, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Сильверхед. Меня, как всегда, зовут Серёжа. А это новая игра на канале. И называется она Инкулинати. Если я ничего не путаю, то Инкулинати. Но я могу говорить неправильно. Короче, рекомендуем начать с исследования Академии. Там вы научитесь играть. Ну, собственно, это мы начнём. В режиме приключения каждый поход не будет похож на другой. В дуэли вы можете сразиться с другими играми или с оппонентами ИИ. Начнём с Академии. Это что-то около карточной игры. Но я не уверен. Давай с тобой вместе посмотрим вообще, что это. Ну вот у нас первое что-то. Начать. Так, звук есть от игры, от меня. Всё хорошо. Глава 1. Приветствуем. Вы начинаете свою первую битву против диких зверей. Сейчас вы узнаете, как с ними сражаться эффективно. Мини Инкулинаты. А, Инкулитис, да. Мини Инкулинаты. Кто они такие? Во время боя вы будете использовать Мини Инкулинаты и нарисованных вами зверей. Давайте начнём с Мини Инкулината, корочного автопортрета настоящего Инкулита, сидящего над рукописью. Если Мини Инкулит погибнет, вы проиграете битву. Так, нарисуйте зверей. Зверей можно рисовать только рядом с Мини Инкулинатом. Радиус каждого действия, которое вы можете совершать, обозначен зелёными арками. Чтобы нарисовать зверя, вам придётся потратить чернила над... Ага. Над значком зверя вы увидите, сколько капель чернил на него потребуется. В левом верхнем углу, рядом с портретом Мини Инкулината, можно увидеть, сколько чернил у вас есть. Инкулинат, чернила. Окей. Звери. 35 у него хп. Довольно сильный живучий для пса. Так. Хорошо. Оп. Хорошо, хорошо. Как только вы нарисовали зверя, он впадает в дрему. Это означает, что он не сможет сделать ход до следующей главы. Ага. Что такое главы? Это раунд. Ну, в принципе, всё. Нам достаточно. Новые звери и те, что уже сделали ход, дремлют. Это значит, что они уже не смогут ходить в этой главе. Ваша Мини Инкулинат просыпается по последним. Завершите его ход и всю главу нарисовать ещё... И всю главу, нарисовав ещё одного зверя. Инкулинат, чел, который рисует. Ну, давай, вот, ну, ещё одного. Так, ещё собакен у нас. Хорошо. Блин, интересно выглядит игра сама по себе. Так, а у меня тут тебе не видно мои краски. Давай я сделаю вот так. Вот. Ничего существенного, не, ничего не загораживаю. Всё хорошо. Нам там в ухо дали, подожди. Противники ходят по очереди. Если последний ход в предыдущей главе был вашим, то новая глава начнётся с хода оппонента. Если последний ход в предыдущей главе был вашим, то ага. В отличие от мини-инкулинатов, звери могут свободно перемещаться по полю боя. Каждый зверь имеет разные характеристики. Так, движение, атака дрёма. Окей. Движение. Ага. На жёлтую в дрёму. Ага. Так, давай, движение. Может, прям до сюда дойти? Да. Ля какой. Там такая анимация бега. Радиус действия. Каждая имеет ограничение раз действия. Зелёный и фиолетовый щиты показывают радиус действия. Зелёный означает, что доступна цель. Если в поле недоступна цель, щит становится фиолетовым. Так, ну это про атаку. Мечи только соседние клетки. Ага. Как только вы по двери недоступны атаке, выйдете индикатор, двигающий вдоль шкалы с мечистами. Число, на которых вы становитесь, это количество, которое вы нанесёте. Если на черепе, то враг погибнет. Когда время исчезает, индикатор становится сам. Ага. Так, и мы берём, начинаем стукать. Оп. Понял. И в дрему. Понял. Ах. Ах. Так, а мы никуда не будем, будем стукать. Не то. И дремается. Но мы нарисовать не можем. А как понять, сколько... А, вот, капает плюс два. Жесты инкулинатов. Помимо рисования зверей, у мини-индикатора есть секретное оружие. Жесты. Каждый инкулинат может делать только руками что-то своё. Одни лечат, другие тыкают рукопись. Пальцем выбранный вам действует счёт, но есть пять единиц урона. Ага. У некоторых жестов есть перезарядка. Хорошо. А, могу совершать все доступные действия. Окей. Давай вот в него тыкну. Да. Всё, спиды три капли заработал. Хорошо. Глава три. Поехали. Ля. Один персонаж за ход. Вы можете перемещать только одного персонажа, зверя или мини-инкулината. За раз. Последнее выполнение действия выбранным персонажем вы можете... После выполнения действия выбранным персонажем, вы не сможете переключаться на другого. Мини-инкулинаты, в отличие от зверей, могут выполнять все возможные действия. Рисовать зверей и использовать. Это я понял, да. Так, мы бегём сюда. И стукаем по голове. На. Спид. Чернильные пятна. Вы можете встретить три типа пятен. Маленькие, средние и большие. Только чернил вы можете вытянуть из пятна. А, я вот типа на нём встал, я его соберу, да? Но я сейчас буду стукать там на любую. Ля, собакены победили. Я доказал своё моральное превосходство. Тебе не стыдно так побеждать. Далее. Прикольно. Ух ты. Выберите сдвиг влево или сдвиг вправо. Жест инкулината перемещения. Ага. Отбрасывание. Ага. Ага. Так. Оп. И он просто всё? Подожди. И вот так можно. Свободную клетку, потому что это занято. Ну и тут мы ставим колобаку. Ну и пальцем ты к ним давай. Это ж ничего нам не стоит. Ну да, это ничего не стоит. Лава 2. Так. Ля, куда погнал? Что это вообще такое? Рисуйте зверей на разных уровнях. Некоторые поля боя имеют более одного уровня. Звери, которые не летают, могут попасть на другие уровни только по лестницам, которых здесь нет. Убедитесь, что рисуйте зверей на нужном уровне. Жесты это не единственная способность отбрасывания врагов. Каждый зверь может толкнуть другого зверя или мини-карты. Рядом с ним будь осторожен, не стойте слишком близко к краю. О, отбрасывание. Ну всё, давай. Улетел. А мы сидим на столе, короче, рисуем. Понял. Слушай, пока. Пока я выпью чай, пока мы смотрим заставочку. Так, 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 очень серьёзно всё, ага, ага. Что-то рисует, рыцарь собирается куда-то. Сейчас он сядет, начнёт жёстко писать. Прикинь, это ж прям кинепатографичная заставка. Ля. Сели вместе писать. А рыцарь и монахиня. Так. Сейчас у нас будет Е-бой. Велком то футри, чемпион. Что-то там. Двое мастеров живых чернил инкулинаты сразятся на полях древнего манускрипта. Это будет ваш вступительный экзамен. Вы возьмёте на себя роль Готфри в дуэли против Хильдегард, святой и церковного реформатора. Так, как победить? Чтобы появить дуэлянка, его нужно уничтожить мини-куланд противника. Вот для этого снести здоровье до нуля, либо отбросить в бездну или огонь апокалипсис. А пока, апокасикс! Основные виды зверей. Мечник. Копейщик бьёт далеко и вверх. Лучник бьёт на все расстояния. Так, ну у него меньше здоровья. Ну понятно. Так, у них у всех здоровье своё. Урон и всё такое. У нас сколько? Давай. Вот так. И вот так давай. Так, и мы же можем тыкнуть пальцем. А, мы только на своё расстояние можем. Так, допустим. Оп, я могу своих же двигать. Хорошо, завершаем. Ну шо ты? Ля, ну шо это за жмыха она нарисовала? Как будто бы не серьёзно совсем. Глава 2. Глава 2. Чтобы рисовать зверей, вам понадобится чернила. Вы можете пополнять уровень чернил за кончевый ход на чернильных пятнах. Вы получите три капли чернила из имени инкулянта и каждого суизного зверя, стоящего на пятне, но только после окончания главы. Ага. Я понял. Вот показаны у нас. Сколько я вот видишь? Ты видишь? Ты запоминай, я же у тебя потом спрашивать буду. Я понял. Окей. А, вот далее. Если вы хотите знать больше о конкретных элементах игрового процесса, обратитесь к списку инструкции. Окей. А это что? Молитва. Так, ладно, пёся, поехали. Молитву. Окей. Кляп. Пёся молится. Ай! Ай-яй! Ох ты, какая гадина. Град стрел, лук. Лук. Нормально. Нэ. Спать. Нормально. Живём, живём. Опа. Вот так вот можем сделать. Ожидаем. Почему у неё так много? Глава 3. Хорошо. 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 Верхняя часть экрана включает, отключает подсказки. Если вы хотите знать, может ли бражески атаковать, проверить, ну, понятное дело. Заход вы можете переместить только одного персонажа, зверей или или менее, или куда-то. Вы можете решить переместить, вы можете переключить между активными, не а дремлющий персонаж, мощночка, кнопки. Так, давай первых ему постукаем. Ай, он спит сразу, блин. Ай. Подожди. О, нет, нет, нет. А как я это сделал? А-а-а, вот как я это сделал. Так, мы на пятнах крови, и вот тебе впачку. Оп, неприятно, да? О, кашка. Ля, с пикой. Нет, ждем. Так, плюс 2 и... И по плюс. О, ну так вам пипец. Огонь, а пока, секса. А-а-а. Лава 4. Нормально. Что? Апокалипсис уже близко, это начало-конца. Сначала выявите клетку, которая будет затронута апокалипсисом в следующей главе. А-а-а. Если мигало окажется на клетке с огнем апокалипсиси, то бросьте его в сторону, но это понятно. Убив мини инкланта врага своими атаками, бросив его с поля боя и застав его сгореть в огнем апокалипсисе, вы победите. Это я понял. Двойной удар. Отлично. А, это вокруг себя. 6. Хорошо. Не-не-не-не-не-не, куда? А, это я ошибку такую совершил, кстати, дружочек-пирожочек. Подожди. До трех целей нараста... Ага, нараста... А-а-а-а-а. Ага, смотри. Оп. А почему? Подожди. А вот потому... До трех прилегающих клеток же было написано, или что? Или там в радиусе? Немножко не понимаю. Вот смотри, какая хитрая, а. Пёся. Пёся, давайте туда чеши. Ожидаем. Так, а сейчас я первый хожу, правильно? Ух. Она ходит. Тише, тише. Это вот это... Сейчас я тебе в ухо дам. Вот так вот. Главное, чтобы по ней урон хороший зашел. Не стукай, собачек. Нормально. Подожди, давай вот этот. Ага. Не убью. Давай ее хоть надамажим. Или подожди. Подожди. Ход. Все, ждет. Хорошо. Ну это давай просто выстрелим. Оп. Попал. Еще сюда. Все, наверное. Нет, просто, просто все. Ну что, тетя, ну ты как бы все. Глава 6, мой ход. Да ты шо. Собачкинс. А ну-ка по уху и на давай. Не. Победили. Не, ну понятно, что у нее слабее герои были и все такое. Слушай, ну прикольно. Мне нравится. Получил достижение шкаляр. Завершить обучение. Так, начинаем режим путешествия. Академия же все или что? Так, ладно, давай не будем обучения. Или пойдем обучение. Путешествие что? Вы на пороге грандиозного приключения, о котором мечтает любой инкулант. Помните, если оно покажется слишком сложным, вы всегда можете вернуться в Академию и пройти оставшиеся уроки. Или еще раз повторить азы игры. Буду держать за вас кулачки. Ну давай Академию. В Академии все пройдем. Кульс. Хильдегард для новичков. Ну давай. Ооо, ну это слишком много. Подожди. Давай путешествие попробуем. Для игроков, у которых нет так много опыта. Для игроков с небольшим опытом в стратегиях. Для игроков с большим. Но у меня небольшой опыт в стратегиях. Потому что я в стратегии давно не играл. Средний. Лунатик, что? Это, типа, мы же себе цвет выбираем. Мельник. Андрес. Художник. Ну давай вот какого-то чела возьмем. Талант. Жесты можно выбрать. А это что делает? Лечение. И строится юзника на третьнице здоровья. Ага. Это что? Благословление. Требуем престиж 200. Ну вот, смотри, у нас есть лечение. Давай попробуем лечение. Тяжелый мини-инкулант. А, у нас только тяжелый мини-инкулант. Имя. Я могу написать буквами, пожалуйста? Нет? Нет. Сильвер. Хеад. Далее. Звери. Могучий заяц. Ля какой. Кот епископ. Ля какой. Либо могучий заяц. Так. А это, это, это хил, да? Давай попробуем хила. Лай войны. Зайцы. Зайцы, собаки, лисы. Ага, и все. А тут, тут разные эти еще. Ну давай вот с зайцев начнем. Зайцы, вот, вот такой вот крутой заяц. И хил у нас будет. Ну поехали, давай попробуем. Да, далее. Так. Ага, я вот первый. Оп, 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 оп. Я понял. Так, сегодня ты сдашь последний экзамен. Станешь мастером-инкуллиантом и отправишься в свое путешествие. Правда, перед экзаменом тебе еще предстоит столкновение с дикими зверями. Что нужно? Просто щелкни по кнопке столкновения с дикими зверями. Такие бои помечены значком меча и пера. В этом типе битв мини-инкулант враги не участвуют. Как только пойдешь в зону, покинуть ты уже не сможешь. Хорошо. Энкуланты не участвуют. Почему? Ладно, давайте. А, это против меня не участвуют. Я понял. Так, это кто? Это с пикой, да? Айт с мечом. Айт зайц дефальщик, ага. 15. Давай еще одного зайца дефальщика. Окей. Ну и допустим пока окей. На такую бочку. Та за что бочку? У нас очень много этой штуки. Глава 2, хорошо. Так, зайка, ну что тебе? Любование задом. Погрошает вражеского взрыва дремоту. Вызываю у него головную боль и снижает меткость. Прием не сработает на цели, которая смотрит в другую сторону. То есть я могу так подойти и такой показать ему жопу? Ля, показал зайцу жопу. А! Вот падла. Так, жопу ему нельзя показать. Но можем его стукнуть. Слушай, стукает аж на 8 зайчик. У него поэтому хп меньше. Нельзя отбросить ни в точность урон. Е-мое, там что происходит вообще. Так, зайц копейщик. И... Зайц копейщик. Хорошо. А мы тут точно побеждаем. И... Давай... Ой, можем по... На 4 клетки аж может. И лечим этого зайчика. У-у-у... Пополечили. Все, умом. Умом. Лава-3. Поехали. Ах ты, гадина. Ля, кольнул зайчика. Так, но этого надо стукать. О-о-о-о! Оплошал. Так, давай этому. А этому везде пипец, да? Вообще, нимб какой-то баф. Блин, тут столько всего. Столько механик всяких. Нет, давай вот этого. Поль. Надо было на ту сторону перейти. Так, ну побежали вот сюда. Ля, он вот так вот в ходе. Так, а... А, исцелить один ход. Ну ладно. Это вам сейчас зафигачим. Огонь апокасикса! Нормально. А почему он ходит первый? Да за шо? Да знаю я. А где отключить обычный лан? Пока не надо отключить обучение. Так, стукай вот этого. Нет, подожди. Вот этот у нас есть. Ага. Подожди-ка. Ну-ка, пиздой. Ну и полечить вот этого давай, не знаю. Ну, а как? А, вот, конкретно его в дремоту погружают. Все, понял. Победить в первом бою. Эта стратегия всегда работает, только я не знаю. Конечно. Так, полечились. А шо это? 2, 1. Скука. Всякий раз, когда вы рисуете зверя в ходе своего путешествия, ваш уровень скуки повышается. Количество живых чернил, необходимое для рисования зверя, возрастает на величину скуки. Да ты... И че, охренели? А почему я об этом не знал? Ладно. А, ну, взять все. Золото престиж, хорошо. А может как-то прокачивать карты можно? У меня вот есть вот зверь. Ага, нельзя прокачивать. А что это? Р. Р. А, ладно. Жесты. Так, ладно, идем дальше. А, твое здоровье понемногу восстанавливается после каждой битвы. А на сколько конкретно единиц, спросишь ты. Как я уже сказал, в самом начале это зависит от выбранного уровня сложности. А что если я потеряю свое здоровье? Если твое здоровье пойдет до ноля, ты потеряешь поражение в битве. После поражения твое здоровье будет полностью восстановлено, но ты потеряешь одно перо. Ага. Если после прорыва шаперев у тебя не осталось, твое путешествие будет закончено. Ага. Энкуланты устают от рисования зверей. Каждый раз нарисованный зверя, они чувствуют, как их уровень скорость повышается. Чем выше уровень скуки, тем больше чернил нужно на то, чтобы нарисовать зверя. Повтори, что я тебе сейчас сказала. Чем выше уровень скуки, тем больше чернил нужно, чтобы нарисовать зверя. чтобы снизить руль сколько рисуй в свой рисуй в своей следующей битве других зверей проведи битву зверей против зверей или сидеть часовню понял да а часовня что такое а часовня это что наверно лавка скрипторий напоминает вот к сама карта мне чем-то напоминает inscription самом начале сменить армию не я уже не могу назад да ладно давай что участие битвах зверей это ваш первый бой без мининг инкуланта а в таких боях все равны все 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 равно имеет значение каких зверей вы выберете ведь именно они будут участвовать сражения в боях такого типа всегда выбирает самый сильный зверей выбирайте самых сильных зверей конечно если враг вас победит вы потеряете вы потеряете перья но если их есть хорошую новость сколько здесь не учитывается более более того после после боя уровень скуки у всех ваших зверей по месяца здорово правда же да важно собирать живых живые чернила ага если мы соберем 12 этих мы получим 5 дней здоровья и 3 нимба в конце главы окей так этот стреляет эти стукают зайка нам надо стукать того мальчика мы ему жопу покажем так капелька и пока дрема испугался так ладно даму вот этому как дадим в ухо здоровый заяц палкой так но тут тут мы просто пока тоже жопу показать нет подождем лова 2 хорошо чернильный дождь но это ошибка слышу сюда за то что тоже все окей это я понял да ну пипец тебе дружочек ай так тук 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 и палка ему в черепушку на 6 вот так вот сейчас этот будет ходить до ай бля так но этого мы сейчас затыкаем до свидания так и в этого мы сейчас да давай в него выстрелим пил до свидания пать 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 лова 3 чернильная изморозь а сейчас убьют зайку зайка заход вы можете присуток одно персонажа ну я знаю подожди где выключить подсказки и я не надо так вот сюда и сильно ему стукаем по голове бам так а теперь вот ты и у возмездие это за моих соблеменников убить врага убившего дружественного зверя вот так вот конец статуса скуки упал у всех отлично взять все хорошо так давай здесь можно сохраниться выйти в меню продолжение пути да можно прям вот так вот выйти в меню и слушай прикольная игра довольно таки интересная пошаговая что-то типа карточной что-то типа стратегии ну короче ну необычное что-то необычное прикольное да как всегда подписывайся на канал жмякай на колокольчик и подписывайся на мой твич у нас там каждый день стримы можно со мной пообщаться вот и не забудь поставить лайк оставить комментарий как тебе игра и вот вообще в целом что об этом думаешь а и спасибо за просмотр всех обнял приподнял покружил на место поставил всем пока Субтитры сделал DimaTorzok